Всем здравствуйте! Приветствую вас на канале Плеско Михаила. И сегодня мне в ремонт попал аппарат. Это HTC Desire 530 с неисправностью. На устройство восстановили настройки по умолчанию, чтобы продолжить. Войдите в аккаунт Google, который был синхронизирован с ним. И далее, ну вообще никак не нажать. И сейчас я покажу вам, как вы самостоятельно в домашних условиях можете обойти данную блокировку. Но для этого нам понадобится маленькая подготовка. А именно вот здесь, к описанию к видео на YouTube, есть ссылка на архив. Называется он apk.stark. Вот он. Что мы делаем? Разархивируем его. В нем два файла. 1.6 apk и 2.apk. Далее, с помощью обычного microUSB кабеля подключаем телефон к компьютеру. И эти два файла копируем. И скидываем в телефон. Давайте скинем, например, в папку Download. Готово. USB кабель мы можем отключить. Итак, то есть, что мы имеем? На данном телефоне в папке Download находятся два файла. Первый файл 1.6 apk, второй файл 2.apk. Что мы делаем дальше? Нажимаем назад. Проматываем чуть ниже. Добавить Wi-Fi сеть. Здесь пишем что угодно. И выделяем то, что мы написали. Нажимаем меню. Показать подсказки. У нас запускается Google Now. Здесь нажимаем нет. И сюда пишем именно по-русски файлы. И запускаем диспетчер файлов. Далее идем в папку Download. Здесь видим два файла, которые мы только что скопировали с компьютера. Запускаем сначала 1.6 apk. Разрешаем установку из неизвестных источников. Галочку ставим. И заново запускаем 1.6 apk. Установить. Объясню. 1.6 apk это, ну скажем так, версия аккаунта Google, в котором есть необходимая для нас дырка для подмены аккаунта. Кнопки открыть не будет. Будет только кнопка готова. Нажимаем готово. Далее запускаем файл 2.apk. Установить. Это программа FRP Bypass. И здесь у нас уже будет кнопка открыть. Далее нажимаем меню. Вход в браузер. И уже сюда вписываем любой, но реально существующий Google аккаунт. Пароли вам показывать не буду. И нажимаем войти. После этого приложение просто закрывается. Мы идем назад, назад. Отмена. И нажимаем далее. То есть заново проходим процедуру в переначальной настройке. Мотаем вниз. Далее. Далее. Как видите, нас уже пустило дальше. Пока пропустить блокировка экрана нам не нужна. Ну да, сейчас пока устанавливать я ничего не буду. Готово. И, собственно говоря, радуемся разблокированному другу. Но тут есть еще один нюанс. Дело в том, что если вы это делаете для себя, то все, вы можете полноценно пользоваться телефоном. Никаких ограничений нет. Но, так как конкретно я это делаю не для себя, а для клиента, то я захожу в настройки. Ищем аккаунты. Аккаунты и синхронизации. И видим здесь мой Google аккаунт. Естественно, для клиента мой Google аккаунт личный не нужен. Поэтому мы заходим в резервное копирование и сброс. Сбросить настройки телефона. Ок. Телефон будет перезагружен. Сбросится полностью до заводских настроек. И при первоначальной настройке никакого Google аккаунта у вас уже просить не будет. Если видео было вам полезно, пожалуйста, подписывайтесь на канал. Это лучшая благодарность. Если будут какие-либо вопросы, я постараюсь ответить на них в комментариях. Всем спасибо и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok